дорогие друзья здравствуйте сегодня снова фиалки трейлеры и снова как сформировать фиалку трейлер совсем недавно я записывала видео на своем канале в котором рассказывала вам по какому принципу я формирую кустики трейлерных сортов фиалок из моей коллекции но к сожалению для многих эта тема так и осталась не раскрытой поэтому сегодня будем с вами повторять вообще чтобы научиться выращивать красивые трейлеры нужно начинать с азов самое первое что обязательно нужно это разобраться понять что из себя представляет фиалка трейлер существует простое объяснение фиалка трейлер это такая фиалка у которой длинный стволик длинные черешки у листьев у трейлерных сортов фиалок много пасынков и все эти пасынки одновременно зацветают поэтому считается что трейлерные сорта это обильно цветущие фиалки и причем постоянно цветущие фиалки так ли это так но не совсем так значит трейлерные сорта фиалок делятся на два вида есть ампельные трейлеры а есть кустовые трейлеры вот как раз у ампельных трейлеров действительно ярко выраженный удлиненный стволик длинные черешки у листочков и здесь знаете вот как будто бы природа все это создала специально потому что абсолютно все пасынки которые появляются в пазухах листочков они не ограничены в пространстве и за счет этого они быстрее и проще растут и вообще ампельные фиалки формировать намного проще кустовые же трейлеры это фиалки похожие на дерево вот именно так описывают кустовые трейлеры все коллекционеры которые занимаются трейлерами так ли это да так действительно кустовой трейлер похож на деревце сформировать кустовые трейлеры сложнее потому что у ампельных трейлеров за счет того что стволик более длинный он более гибкий то есть можно направить в любой в любое нужно нужное вам в любую нужную вам сторону вот как вам видится как вам хочется туда вы можете направить пасынок новый старый пасынок у кустового же трейлера так не получится вот значит кустовые трейлеры формировать либо нужно высаживать их 35 в одно кашпо то есть более в тесноте их выращивать тогда они меньше посынкуются вот и смотрится нам к полянкой вот именно кустовые трейлеры выращенные полянкой в общем-то смотрятся лучше но если вы выращиваете кустовой трейлер полянкой с его нужно чаще пересаживать его нужно чаще омолаживать то есть он будет стариться быстрее израстаться вот я больше люблю ампельные трейлеры потому что как я уже сказала с ними проще и они интересные взяли трейлеры нужно формировать на нет не все значит смотрите есть у меня вот сорт пикси блю это трейлер мини кто-то описывает его даже как микро мини так сейчас при опущу камеру это кустовой трейлер но он растет вот смотрите вот у меня кустовой трейлер он вверх растет как дерево а вот пикси блю он кустовой но он как бы расползается то есть такой вот почва покровное растение напоминает да вот сформировать вот такой вот кустовой почва почва покровный трейлер ничего сложного нет можно высадить одну допустим вот такую детку вот в такое широкое кашпо и она со временем вот будет давать пасынки все это будет расползаться по разным сторонам эти пасынки и получится такая поляна из одного всего-навсего из одной детки на разрастется все единственное вот что я делаю с пикси блю удаляю листочки которые портятся старятся да то есть тут старый лист удалила новые молодые очень быстро выросли еще один кустик сорта пикси блю здесь у меня высажен он в кашпо меньшего диаметра по сравнению с вот этим да и как вы видите уже все можно сказать хорошо так вот расползлось и уже все зацветает тоже ничего не делаю максимум удаляю листики которые старятся портовый сорт в моей коллекции называется ропс уроки это полу мини трейлер ампельный вот этот кустик я тоже не формировала от слова совсем я сделала перевалочку с 50 граммового стаканчика в горшок шестерку и вот уже мы заложили цветоносы уже не просто заложили они уже скоро начнут зацветать вот здесь абсолютно все пасынки растут свободно ничего им не мешает не листики их не закрывают ничего и вот такие трейлеры такие вот именно кустики формировать не нужно вообще у меня этого сорта было два пасынка и смотрите они растут одинаково то есть сорта трейлеров которые не требуют формирования которые вот растут сами по себе хорошо все-таки есть поэтому я же говорю заходите на форумы смотрите фото у других коллекционеров читайте отзывы потом берите в руки свой экземпляр и внимательно его осматривается лишь от ландский вереск это ампельный трейлер но он очень долго растет вот как кустовой то есть вот такой вот ёжик кто-то скажет что у шотландского вереска нужно убирать лишние пасынки но не тут то было это такой вот товарищ который убираешь у него лишние пасынки он их тут же наращивает и это бесконечно может длиться значит шотландский вереск нужно ждать вот пусть он растет пусть он будет вот таким вот ёжиком со временем каждая вот эта веточка да вот тут вот основном головы вот эти под тяжестью пасынков они начнут спускаться вниз и в этот момент задача перевалить в кашпо побольше и какими-нибудь шпилечками пришпилить вот эти основные головы и таким образом направить в нужную вам сторону то есть есть вот такие вот трейлеры и причем вот этот куст у меня не один я их уже вырастила я не знаю штук десять это точно и все по одному и тому же принципу я очень надеюсь что после просмотра этого видео некоторые вопросы связанные с выращиванием трейлеров у вас отпадут вообще советую вам читать читать побольше хороших статей значит есть такая группа фиалки трейлеры харьков к сожалению сейчас эта группа ничего нового нас не публикует но те старые статьи которые там есть в этой группе они бесценны вот просто бесценны как найти эту группу в одноклассниках просто в бейте в поисковике она должна выскочить эта группа в ю тубе канал фиалки в одессе света выращивает красивые трейлеры и делится своим опытом кстати вот наверное одни из один из первых блогеров которого я посмотрела и я начала понимать свои трейлеры это вот как раз светлана очень ей благодарна там буквально вот два видео у нее там эфиры с инстаграма есть два этих эфира посмотрите и вы уже все поймете потом вам останется только достать свои трейлеры покрутить их и повертить также есть еще один замечательный канал в ю тубе называется фиалочка вязал очка но там видео на украинском языке и конечно же кто украинский язык не понимает тем будет сложно понять о чем там рассказывают и что показывают а кто понимает или кто сможет включить субтитры я думаю что там вы тоже найдете очень много полезной и нужной информации и причем вот на канале фиалочка вязал очка там девочка еще показывает по сортам прям вот что она делала что получилось то есть все вот поэтапно можно на ее канале увидеть ну и сейчас вот я часто на страничке на своей вконтакте тоже есть группы есть девочки которые выращивают именно трейлеры и которые делятся своим опытом но в контакте мне что не нравится то что в основном это все все-таки кратко а там посмотрела догадайся сам ну можно конечно спросить у девочек я думаю многие там не хранят это такой великой тайне просто захочет ли кто-то ну как бы тратить свое время да и что-то там вам объяснять более подробно но в принципе можно попробовать так дорогие мои на этом на сегодня все тоже наверное много информации на вас вылила ну как или ну и Продолжение следует...